Дмитрий Лопатин, 26 лет, город Краснодар. Человек изобрёл способ печатания на принтере солнечных батарей. Заказал химикаты для своего изобретения за границей. Его обвинили в том, что он получает ингредиенты для наркотиков, уголовное дело. Вся научная общественность его отстаивает, его освобождают, и он уезжает из России. Таких примеров очень много. Я хотел привести пример Дмитрия Трубицина, который создал систему очистки воздуха больниц. Такая важная вещь. Его тоже обвинили. Обвинили в том, что он не так зарегистрировал свои приборы. И опять наказание. Я хотел привести пример Гладкобородова Игоря, 33 года, лучшего компьютерщика страны. Закрывается платформой, он не может начинать работать, он обращается во все организации. Полное безразличие, он уезжает отсюда. Я разработал закон, он практически готов, о защите инноваторов, изобретателей от давления и издевательства над ними со стороны силовиков. От отжимания у них всего, что они сделали. Иначе говоря, защите интеллектуальной собственности, защите личности, защите уважения к тому русскому человеку, который что-то создает в собственной стране. Это первый и важный шаг. Иначе вся эта система будет изничтожать все, что можно здесь сделать и достичь. Друзья, помимо того, что я сказал, для роста экономики нужны равные возможности и ликвидация колоссального сектора бедности. Да, я продолжу говорить то, что можно сделать уже сейчас. Открывать накопительные счета. Так, чтобы к 18 годам человек мог накопить, по моим расчетам, до миллиона рублей и начинать свою жизнь совсем с другого уровня, нежели сейчас. Выравнивать положение людей и качество жизни в российских регионах. Сегодня разрывы колоссальные со столицами. Выравнивать таким образом, чтобы в любом регионе человек мог состояться и мог приехать, конечно, в столицу. Я считаю необходимым удвоить расходы на образование, культуру, науку, а на культуру в 4 раза увеличить. Так, чтобы любой ребенок получал всестороннее воспитание, всесторонние возможности для реализации себя как человека. Это чрезвычайно важно. Кроме того, полагаю необходимым немедленно утвердить единый, минимальный размер на каждого учащегося. Сегодня он различается по регионам в 4 раза. Он должен быть одинаковым в любом регионе России. Эти меры, шаг за шагом, приведут нас реально к тому, что у людей появятся равные возможности развиваться в собственной стране. Защита от произвола, от насилия, от наглости, которые сейчас в полном объеме реализуются в той политической и экономической системе, которая создана в России, это и есть залог выхода из того тупика, куда привела нас сегодняшняя политика Владимира Путина. Продолжение следует...